День, который изменил жизни миллионов людей. Сегодня годовщина воссоединения новых регионов с Россией. Два года назад Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области официально стали частью огромной страны. Судьбоносным событием жителей страны поздравил президент России Владимир Путин. Хочу обратиться сейчас к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за стойкость, решительность и твёрдость, за то, что вы передаёте из поколения в поколение наши духовные ценности, историческую память, традиции и культуры. И прежде всего, великую любовь к Отечеству, которая является для всех нас главной опорой в жизни. Сегодня все вместе мы отстаиваем безопасное, благополучное будущее для наших детей и внуков. Нашу общую судьбу, память о достижениях и победах великих предков, верность их традициям и заветам. Эти чувства дают силы участникам специальной военной операции. Сражаясь сейчас в Донбассе и в Новороссии, отстаивая курские, белгородские, брянские рубежи, они защищают всю огромную, прекрасную, любимую нами Россию. Мы гордимся нашими героями. Делаем всё, чтобы поддержать их. На освобождённых территориях активно восстанавливаются предприятия, строятся жилые дома, больницы, школы, детские сады. В эту работу включены все российские регионы. Многое делают представители и крупного, и малого бизнеса. Огромный вклад вносят волонтёры, общественные и религиозные организации, парламентские партии. Благодарю всех граждан страны за эту сплочённость и патриотический настрой. Правда, на нашей стороне все намеченные цели будут достигнуты. С праздником, дорогие друзья! С Днём Воссоединения! С Днём Воссоединения четырёх регионов с Россией поздравляет глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов. Благодаря поддержке и мудрому руководству президента России, а также принятому ровно два года назад осознанному свободному решению жителей республики Донбасс, Запорожка и Херсонской областей, сегодня регионы продолжают создавать свою новую историю. В эти минуты российские военнослужащие, в числе которых наши земляки, продолжают доблестно сражаться за безопасность российских граждан в зоне СВО. Нет никаких сомнений, что победа будет за нами. Вместе мы преодолеем любые трудности, ведь с нами наш президент. Правда и огромная сила, сплочённость и единство многонационального народа величайшей страны России, говорится в поздравлении.